Итак, все вы помните, что мышцы таза связаны с половой системой. Если они гипотоничны с двух сторон, и средняя ягодичная, и большая ягодичная, то мы можем уже задуматься не о местах прикрепления, хотя одно место прикрепления нас будет все-таки интересовать. Я показывал эту технику на копчике, о работе на копчике. То есть копчик. Ну, вероятнее всего, эти мышцы с двух сторон гипотоничны из-за каких-то дисфункций в малом тазу. Я вам покажу, как работать на маточном мочепузырной связке и на маточно-прямякошечной связке. И также поработаем и попровоцируем широкую связку матки и маточно-крестцовую связку. Значит, ягодичную мышцу мы с вами уже рассматривали. Все вы знаете ее места прикрепления, и вам очевидно ее участие в формировании дисфункции крестово-поздошного сустава, потому что сухожилия этой мышцы непосредственно крепятся в этой области. Таз будет приподниматься немного со стороны гипотоничной большой ягодичной мышцы. И будет потеря устойчивости коленного сустава. Наружной стабилизации не будет коленного сустава. Вид спереди, вид сбоку, таз будет наклоняться вперед. Итак, средние и малые ягодичные мышцы. Средняя связана с... Это основной стабилизатор тазобедренного сустава. То есть всегда необходимо тестировать эту мышцу при наличии коксартроза. Итак, коснемся теперь мышц, которые мы не рассматривали в прошлый раз, но которые крепятся непосредственно к тазу и оказывают на него тоже влияние. Это мышца, напрягающая широкую фасцию бедра. Я покажу ее тестирование. Вместе с большой ягодичной мышцей сливается в мощный илиотебиальный тракт, который крепится по наружной поверхности коленного сустава, и волокна попадают и прикрепляются и к головке малоберцовой кости. Если вы находите эту мышцу гипотоничной, здесь может быть несколько причин. Одна очевидная, что есть какой-то вялотекущий колит. Другая, возможно, была какая-то травма коленного сустава. И для того, чтобы эту мышцу включить, если проблема непосредственно связана с аппаратом Гольджи, можно головку малоберцовой кости спровоцировать вниз. Если там есть дисфункция, я покажу технику, как можно головку малоберцовой кости опустить вниз, и мышца сразу же включается в работу. Начинает стабилизировать тело снаружи. Вот тоже обратите внимание, таз будет подниматься со стороны гипотоничной мышцы напрягателя широкой фасции. Грушевидная мышца. Для нас интересно тем, что если слабеет, выключается из работы большая агодичная мышца, то грушевидная на какое-то время пытается взвалить на себя этот мешок. А так как под ней проходит седалищный нерв, то она дней проходит в верхний агодичный нерв, то возникает компрессионный синдром и развивается ишиаз. Я покажу, как работать с этим ишиазом. Если эти мышцы укорочены с двух сторон, то походка будет похожа на походку Чарли Чаплина с наружной ротацией стопы и маленькими шажочками. Почему? Потому что у пожилых людей ягодичные мышцы очень часто нефункциональны. Возможно, это связано уже с гормональной перестройкой, а возможно с какими-то другими причинами. Но наша основная цель – включить большую ягодичную мышцу, а потом уже поработать на перетруженной, уже отечной грушевидной мышце, для того, чтобы освободить старичный нерв. Подвздошно-пояснично я о ней говорил. Итак, друзья, вот еще меня интересует, вернее, и вас тоже должно интересовать, партняжная мышца, потому что она крепится к медиальной поверхности колена. Она связана с темой нашего семинара сегодня с дисфункциями таза. И эта мышца прикрепляется к передней верхней подвздошной ости. Если человек испытывает стресс, эта мышца слабеет, ее места прикрепления удаляются, получается, что таз уходит немного назад. То есть эта мышца стабилизирует равновесное положение передней и задней, одна из таких вот, скажем, стабилизаторов. Вторая категория таза, которую мы будем с вами рассматривать, она связана именно со стрессами. И одна из причин ее возникновения – эта мышца слабеет, таз уходит назад, и напрягаются связки кресло-подвздошного сустава. Часто не нужно вообще ничего делать механического с этой мышцей. Можно поработать, в принципе, перкуссом на медиальной поверхности колена, но это очень больно. Нужно дать просто витамин В5, пантотеновую кислоту на 2 недели, 2 раза в день. Возможно, цинк. Кому-то подойдет женьшень, кому-то подойдет солодка. Слабость портняжной и нежной мышцы будет вызывать, тоже будет влиять на передний баланс таза и вызывает вальгус в коленном суставе. Приводящие мышцы тоже крепятся к тазу в области лонной кости, над и под запирательным отверстием. Это не одна мышца, а их несколько. Одни крепятся под запирательным отверстием, другие над. Мы можем тестировать эти мышцы как группу. Обратите внимание на то, вот сухожильная щель, большой приводящей мышцы внизу тоже может быть туннельным синдромом для сосудистонервного пучка. Тоже половая система. Гребешковая мышца, короткая приводящая, длинная и большая приводящая мышца. Гребешковая по верхнему краю лонной кости, короткая по нижнему краю лонной кости крепится. Длинная между симфизом и запирательным отверстием, большая, приводящая, крепится к седалищной кости, а передние волокна к нижней ветве лонной кости. Ну а прикрепление, конечно, это бедренная кость, идеальная поверхность. Итак, при гипотонии этой мышцы, если она, допустим, с двух сторон гипотонична, такие люди будут ходить как кавалеристы, или как матросы, которые постоянно чувствуют качку, в растопырку ноги, и ноги колесом. И нас еще будет интересовать квадрицепс, четырехглавая мышца. Она тоже влияет на баланс таза. Нас в большей степени даже интересует прямая мышца бедра, которая крепится к передней нижней подвздошной ости, и она тоже при гипотонии будет приводить к тому, что таз незначительно будет отклоняться назад. Ну, и разумеется, если мы говорим о экстензорах бедра, гамстрингах, обратите внимание, что они прикрепляются к седалищному бугру, туда же, где прикрепляется и сакротуберальная связка. Возможно, поработав на месте прикрепления, или поработав на самой связке, мы восстановим и тонус этих мышц, если они гипотоничны. Если все три мышца слабые, они удерживают таз, они же прикрепляются к седалищному бугру, если они слабеют, то получается, что таз уходит вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok